МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, пожалуйста, центр ваш работает в Рязани уже 3,5 года. Как пришла идея его создания и в чем необходимость главная? В городе очень много наркоманов. Наверное, не секрет, что многие семьи сталкиваются с этой проблемой. У меня также друзья. Кто-то когда-то употреблял, учился в школе с ними вместе, употребляли наркотики, половина из них умерли. Ну и вот решили мы организовать такой центр. Скажите, вы как психолог, что может сказать, что главное, что побуждает человека идти и употреблять наркотики? Это внутренние проблемы, какие-то непринятия общества, непринятия самого себя, поэтому происходит употребление, формируется болезнь зависимость так называемая, поэтому люди идут употреблять наркотики. Вот такой вопрос очень важный. Когда человек пытается найти себя в этом мире, причем это же может быть как подросток, ребенок, или даже может быть взрослый человек, который пересматривает свои приоритеты. И здесь, наверное, очень важно подать ему руку помощи, показать правильный путь, потому что свернуть на эту тропинку скользкую, наверное, очень легко и просто. Очень легко и просто свернуть, но сойтись с ней очень тяжело. Люди умирают постоянно от этой болезни. И когда люди начинают употреблять наркотики, прежде всего необходимо это диагностировать, чтобы у родителей не было, так сказать, розовых очков на глазах, чтобы они понимали, что если какие-то начинают замечать изменения в ребенке, то это уже опасные звоночки. И необходимо с этим начинать что-то делать, как-то обратиться к специалистам. К кому в первую очередь вы советуете пойти? Первым делом нужно хотя бы посмотреть в интернете вообще, какие симптомы вы видите у своего близкого человека. Это может быть стревоженность, нервозность, бессонница или наоборот подавленность. Но вот похожие симптомы, которые вы сейчас назвали, бывают у детей, которые готовятся к ЕГЭ или к ОГЭ. То есть нагрузка на них настолько серьезная. Как понять и разделить эту грань, чтобы родители с ума-то не сошли? Я вас понял, да, конечно же. Но ЕГЭ бывает не так часто. Когда человек употребляет наркотики, начинает употреблять, и когда родители начинают замечать, это значит... Но с первого раза, как правило, любой родитель думает о том, что это не мой случай, устал ребенок. Но если это систематически происходит, тогда уже нужно начинать что-то предпринимать. А предпринимать нужно хотя бы для начала понять. Можно также ребенку ненавязчиво как-то предложить сын или дочь. Ну, назовем, к примеру, Маша или Коля. Поедем, сдадим с тобой тест. Вот сейчас идет, что в школах. Или у вас в школе, ну, наше государство тоже заботится о своих людях и начинает вводить обязательное тестирование. Ну, и спросить, у вас были ли в школе эти тесты? Если ребенок скажет нет, можно предложить. А давай просто пройдем этот тест. Скажите, пожалуйста, вот очень важный вопрос. Вы как раз специализируетесь на алкозависимых, наркозависимых. В чем главный принцип работы? Потому что вот насколько всем известно, что не алкоголизм и наркомания, и алкоголизм – это болезни неизлечимые. Это действительно так, это болезни неизлечимые. Но на каком-то этапе их можно прекратить. И любой человек может прекратить употреблять. И это старая ложь, и на сегодня она мертва, что зависимый человек должен умереть от этой болезни. Но чтобы это сделать, нужно это кропотливо и трупнуть собой. Скажите, но, наверное, помимо того, что человек может умереть от наркотиков или от алкоголя, это целенаправленное повреждение своего организма в течение длительного времени. Он же, если даже не умрет, может остаться инвалидом на всю жизнь. Безусловно. Это же тоже страшно. Безусловно, да, люди остаются инвалидами. Не у всех получается прекратить употребление с первого раза. То есть некоторые возвращаются не по одному разу к употреблению, но надо же с этим что-то делать. Ну, тут, наверное, очень важно, чтобы не просто родители или близкие, если дело касается взрослого человека, привели за ручку, но чтобы сам человек осознал и понял, что ему это действительно надо. Мы работаем на мотивацию пациента, то есть нашего клиента мы его мотивируем, показываем ему, что можно жить без наркотиков, что жизнь бывает достаточно интересной, потому что ребята, когда к нам попадают, как правило, у них пропадает желание жить. Наркомания, алкоголизм – это же медленное самоубийство, почему их не отбивают в православных церквях? С человеком происходит такая деградация личности, что человек просто не хочет жить, и он медленно сам себя убивает, как я ранее сказал, и это проявляется в том, что человек понимает, что он делает, но он уже не может остановиться, потому что эта машина запустилась, она включилась на разрушение. Вот мотивация действительно очень важна, особенно в деле реабилитации нарко-алкоголизм зависимых. Вот скажите, пожалуйста, взамен наркотиков, алкоголизм, что вы им предлагаете? Спорт, это культура, театр, кино? Это очень хороший вопрос, что мы ребятам даем взамен. Взамен мы даем им полностью, то есть новый путь жизни – это занятие спортом, также новые интересы им прививаем, и прививаем просто любовь к жизни. Они первый раз, например, понимают, что можно поехать поесть шашлык, банально, и поехать поесть его без алкоголя, без наркотиков, собраться компанией большой на природу и быть среди таких же ребят, которые прошли такой же путь, и не употреблять для них это, кажется, поначалу невозможно. Но мы их этому учим. Но при этом же можно получать такое же удовольствие от природы, от вкусного шашлыка. Безусловно. Вкусный шашлык, вкусный чай, тортики. То есть всё очень весело. Также волейбол, спорт, ну, всяческие виды отдыха. То есть вы, получается, дарите им жизнь? Получается, да. Скажите, пожалуйста, вот какие принципы, вот мотивация, мы уже как бы разобрались с этим, какие принципы в работе ещё у вас есть? Наше желание, главное, чтобы люди оставались трезвые. И это желание такое, оно как бы абстрактно звучит, но это действительно так. Вся наша команда настроена на то, чтобы человеку привить и любовь к жизни, заново возродить это желание жить, желание развиваться. Потому что многие ребята, к нам попадая, они уже, ну, они остаются без работы, у них жизнь не структурирована вообще никак. Они просыпались там в 11 утра, то есть или это дня уже, наверное, ложились спать там среди ночи. У нас в центре очень трогое расписание, 8 подъём, половина 12 отбой. И это также плодотворно влияет на их восстановление. То есть они у вас, ребята у вас живут? Да. А в течение которого времени? В течение полугода. Курс реабилитации у нас рассчитан на полгода. Почему такие длительные сроки пребывания в реабилитации? Это очень часто задаваемый вопрос, потому что к нам ребята попадают, как правило, не с одним днём зависимости, а с несколькими годами употребления. И мы никакой магией там не занимаемся. Это кропотливый труд психологов, консультантов, который приводит к тому, что люди остаются трезвые. И только длительная реабилитация может помочь. Ну и, наверное, очень важные среды, вот из той пагубной среды вытащить человека. Безусловно. То есть у нас реабилитационный центр находится в Шацком районе. Это достаточно удалённый от города. Также он закрытого типа. Закрытого типа это подразумевается в том, что туда невозможно прийти друзья какие-то. Посторонним, в общем. Да, посторонним. Туда его могут посещать только близкие родственники. Это родители, жёны и дети. И то это всё проходит по специально... Не просто так это посещение, это посещение с определёнными целями и задачами. И это всё контролируется психологами. То есть поддержка, наверное, да? Да. Поддержка родителей, близких, семьи, жены или мужа тоже важна. Да, безусловно. У нас есть программа для родителей, для родственников, чьи дети или мы, или мужья, или жёны, оказывается, у нас проходит она в городе. Это по субботам проводим курс лекционных занятий. Там приглашаем разного рода специалистов, кандидатов в наук, психиатров, наркологов, психологов, арт-терапевтов. Вся и очень много разных занятий, которые тоже помогают родителям и близким родственникам. Это очень важно, потому что родителям и родственникам, всем, кто столкнулся с этой проблемой, в первую очередь, наверное, нужно набраться терпения. Безусловно. Безусловно. Терпение здесь очень важно. Вот скажите, когда человек выходит из реабилитационного центра, у него появляется сразу масса возможностей. Те же самые друзья могут ему встретиться. Вы как-то их судьбу отслеживаете дальше? Да, мы, конечно, отслеживаем их судьбу. У нас программа реабилитации разделена на две фазы. Первая фаза – это в соционаре, вторая фаза – это так называемая социальная адаптация. Это тоже немаловажно, потому что человек выходит из реабилитационного центра, он выходит заново родившийся, можно сказать, он выходит с обнаженными чувствами, потому что наркомания, алкоголизм – это болезнь замороженных чувств. И вот когда все чувства разморозились, он выходит первое солнышко. И вот в эти моменты человек очень сильно подвержен влиянию со стороны. Поэтому у нас есть курс социальной адаптации, как я ранее сказала. Это понедельник, среда, пятница. Ребята приходят к нам в офис, с ними занимается психолог, арт-терапевт. Это для корректировки их здорового образа жизни, чтобы направлять их в русло выздоровления. Потому что не секрет, это болезнь неизлечимая, и ребята бывают, отходят. Но тут уже мы можем как-то повлиять на то, чтобы они шли к этой цели. Скажите, как вы лично относитесь к наркозависимому, к алкоголю зависимому? Потому что в обществе все-таки есть такое какое-то очень негативное, но оно и понятно, почему оно негативное, такое вот отношение. Ну, это стигма, наверное, на каждом наркомане-алкоголике есть, что это все вот... Ну, наркоман, алкоголик, это просто уже вот, как сказали, это... Ну, то есть, сразу вот он такой. Я отношусь к ним достаточно положительно. Я потому что знаю, что это ребята, которые просто оступились. У них действительно были когда-то проблемы с законом. Но они исправляются, и они становятся деятелям, членами общества. Я знаю очень много людей, которые сейчас стали действительно деятелям членами общества. И их видно, они занимаются общественно важными делами. То есть, они исправились, и плюс еще и помогают другим. Да. Помогают не только в этой сфере, в разных вообще... В очень разных сферах себя ребята реализовывают. Скажите, пожалуйста, вот самые главные, наверное, принципы в работе, которые помогают? Это милосердие, наверное, доброта. Также строгость, безусловно, потому что ребятам очень тяжело, когда они приезжают в реабилитацию. Для них первое, что самое тяжелое для них услышать, и родители, наверное, с этим согласятся, это услышать слово «нет». Для них это просто катастрофа, когда им просто сказали «нет», «нельзя». Там есть правила, и вот эта вот строгость, и вместе с тем, с любовью, это основные, наверное, что сегодня им помогает. Прямо какие-то христианские заповеди вы перечислили, да? Как-то вот вера помогает? Да, вера помогает. У нас также мы взаимодействуем с РПЦ, у нас проходит молебен. Это не только для нашего центра, а вообще родители ходят на молебен к отцу Константину, это Сретенский храм на Московском. Также отец Константин к нам ездит туда, отец Филипп там есть, это священник, настоятель храма местного. Ну и также еще мы взаимодействуем с РПЦ для комплексного, так сказать, восстановления. Вот молитвенная поддержка, как вы думаете, она важна? Да, очень важна, когда если кто-то за человеком молится, это прям очень сильно помогает. И это видно, вы видите это в работе? Да, это видно, но это видно не, это не сиюсекундно видно. Вот расскажите о ближайших планах по дальнейшему развитию, что вот у вас намечено? Сейчас у нас заканчивается школа консультантов, то есть мы подготовили еще ребят-специалистов. И в этой сфере у нас был проект совместно с Рязанским государственным университетом. Непрерывное образование. Дальше есть проект открытия клинику свою. У меня последний к вам вопрос, наверное. Скажите, ну все-таки, вот пообщавшись с вами, я все-таки понимаю, что, наверное, это больше даже не работа психолога, а это служение. Служение ближнему, вот то, чем вы занимаетесь. Профессиональное образование тоже в этом необходимо, потому что можно разные методики подбирать, к разным нашим клиентам, к разным реабилитантам нашим разная методика подходит. Вот, ну а так это, да, это больше служение, наверное. Давайте напомним ваш адрес, куда рязанцам обращаться, номер телефона. Наш телефон 8-910-620-1085, также можете найти нас в интернете, реабилитационный центр «Надежда плюс». Владислав Владимирович, спасибо большое за то, что пришли, рассказали. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». «Город»